И теперь о погоде в столице Дагестана. Столбики термометров уверенно взяли высоту. 32-градусную жару синоптики уже назвали аномальной. Июньское солнце будет палить еще сильнее или в городе ожидается прохлада, расскажет Камиль Девятов. Синоптики предупреждают, что во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня стоит воздержаться от выходов на улицу. Начинается с вчерашнего дня, становилась такая жаркая погода, в связи с тем, что мы находимся в антициклоне и дневные температуры. По крайней мере, сегодня мы ожидаем достигнуть в северных районах до 40 градусов, в предгорных районах тоже 38-40, а в горных, в приморской зоне 35-36. Если все-таки есть какие-либо дела и возникла необходимость выйти из дома, то специалисты советуют горожанам надеть головной убор и обязательно взять с собой бутылку воды. Я сам в Горске, с гор приехал, ну да, там прохладно, здесь чуть-чуть, там погода другая, там прохладно, сейчас плюс 10-12 там, а здесь 30. Махачкаринцы считают, что выходя на улицу, лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения, где работают кондиционеры. Я не тяжело, я по утрам на море хожу, потом только у них, ну сейчас как его, экзамены только остались, все. Ну на экзаменах, когда в помещении, да, жарко, так, в основном уже привыкче делать. Благо есть море, которое спасает от июньского солнца махачкаринцев и гостей столицы, но и здесь нужно быть внимательным, такую жару солнечного удара не избежать. В этом году еще теплового удара не было, а так тепловый удар, конечно, будет, солнечные удары будут. Эпилепсики были в этом году 4 человека, спасенные были уже тоже 6 человек спасли, с тепловым ударом еще не было. Погода такой будет только сегодня, уже завтра ожидается спад аномальной жары, как в городе, так и на территории всей республики. В 27-м будет уже чувствительное понижение температуры, то есть дневные температуры, если в приморской зоне до 32-34, она упадет до 28-30, в северных низменах до 35-36, в предгорных районах до 32-36.